Нелли рассказала про яблочное страдание, а Соня не сказала ни слова о главном событии, об уходе мужа. Пышная и складчатая Нелли, отрезав четверть с привезенного мармеладового бруска и положив себе на блюдце, привычно позавидовала. А ты, Соня, я смотрю, безо всякой диеты худеешь. А я в том году перемучилась с этой диетой Дюкана, похудела на три килограмма, а потом плюнула и пять набрала. Не пирожное, не конфетки, одно мясо, скукота какая-то. И весь дом только об одном думаешь, что бы вкусненького съесть, а ты безо всякой диеты всю жизнь тощи. Че ты ешь-то? Соня засмеялась, яблоки твои всю неделю ела, кашу вон сварила. О стройности Соня сроду и не думала, ела, не задумываясь о проблеме питания. Ела, что было, но вместе с Володей мясо само ушло из ее дома. А рыбу Соня вообще не любила, даже брезговала. Жирное все казалось ей несъедобным, как есть землю из цветочного горшка или коричневое хозяйственное мыло. А после Неллиной яблочной передачи Соня поняла, что воздух в квартире делается все лучше не сам с собой, а от яблочного присутствия. И еще поняла, что никакой другой еды не надо, вот так и хорошо. Да и дала понемногу, что было из крупенных запасов и чувствовала, что каши только радость портят и утяжеляют тело. Одни яблоки не нарушали счастливой легкости. Тут Неллиной яблоки стали подходить к концу, пришлось пойти к гастроному поблизости. На нижнем этаже были вины в бутылках, бакалереи и всякая хозяйственная мелочь. Все ненужное. На втором мясо рыба и фруктово овощи. Отвернув лицо, поршла Соня мимо мясного отдела, чувствуя, как догнула на нее вражеское присутствие. Быстро купила яблок зеленых, капусту и салат и вышла на улицу с облегчением. Как же я 10 лет жила с этим мясом? Удивилась про себя Соня и думала она в этот момент только о том мясе, что лежало всего несколько месяцев тому назад в холодильнике, а вовсе не о мужчине, который его приносил в дом. Через две недели Соня из-за всей еды могла есть только зеленая или хоть немного зеленоватая. Салат листовой зеленый ядовит и веселого цвета, мелко елочный укроп, комешно-зеленые огурцы и качанную капусту, не совсем зрелую, чтобы верхний лист отливал голубовато-морским. Ела Соня помал и подолгу. Сидела на кухне, лицом к окну, на месте, где прежде сидел Володя. И глаз ее радовался листве, которая всегда самой яркой и притягательной для глаза была как раз против окон ее третьего этажа. Правда, картина эта уже слегка зажелтела и стала лысеть. Приехала Нелли, привезла четвертой, как она говорила, яблоки Антоновку. Две полных сумки привезла. Нелли с молодости была здорова таскать. Соне такой вес не под силу был.